прежде всего главный инженер и изобретатель в мире это человек который явно и убедительно способен делать шесть невозможных вещей одновременно это говорит в первую очередь о его интеллекте у маска очень высокие общие когнитивные способности и открытость он настоящий гений хотя и в технической сфере это наблюдение а не критика что касается личности то он не очень общительный скорее наоборот хотя и не слишком замкнутый он не слишком невротичен но испытывает сильную депрессию не в последнюю очередь из-за тяжелого детства о котором он упоминает но не выставляет на показ он немного отстраненный но его ум и открытость помогают ему справляться он также довольно переменчив что видно по его поведению в социальных сетях чем-то похожий на трампа маск также трудолюбив и предан своему делу намного превосходя в этом остальных он очень добросовестный и достаточно приятный особенно в том что касается сострадания и очень человечный однако он не из тех кто будет терпеть и не очень вежлив и может принимать трудные решения которые позволяют ему управлять и поддерживать несколько очень крупных сложных потрясающе разнообразных и действительно передовых предприятий его поразительный интеллект и деловая хватка означают что он привнесет нечто невероятное в команду трампа я бы проголосовал за трампа если бы мог но я канадец и простите меня за это просто потому что маск согласился сыграть свою роль в любой новой администрации которую может создать трамп он даже придумал название для нового правительственного департамента эффективность в котором каждая буква обозначает стремление делать добро каждый день а также намекает на умную но немного растерянную собаку чей образ стал популярным мемом я внимательно наблюдал за маском и пришел к выводу что он хороший человек или по крайней мере сложный человек который очень старается быть хорошим а это все на что мы можем надеяться если хоть немного реалистично смотрим на человеческую природу и свои перспективы сможет ли маск сделать для американского правительства то что он сделал для твиттер сможет ли он сократить штат чтобы республиканская партия могла возродиться в истории человечества случались и более странные вещи хавьер мильо пытается сделать нечто подобное в аргентине а сша обладают удивительной способностью к самообновлению если такой человек как маск будет играть ключевую роль в управлении величайшим шоу на земле это будет уникальная возможность это приключение достойное любого я пять раз встречался с еще одним членом этой группы мистером робертом эф кеннеди и каждый раз мы долго разговаривали он обладает почти маниакальной энергией красноречием которые свойственны людям с исключительным вербальным интеллектом и способностью концентрироваться на цели он невероятно хорошо информирован настоящий знаток исторических мелочей которые тем не менее имеют отношение к сегодняшним проблемам он также из тех кто как трамп и маск точно и даже немного пророчески рисует общую картину он бесстрашный и преданный своему делу человек который выступил против даже самых крупных гигантов протофашистского современного государства и в одиночку привлек внимание общественности к тому что на самом деле является кризисом здравоохранения гигантских масштабов хотя это и не было заметно на политической арене до настоящего времени он также человек которого однажды уже укусили и он дважды был ранен отступник как трамп маск и тиллс габбард из своей собственной партии демократов когда я впервые разговаривал с мистером кеннеди на своем youtube канале я задал ему тот же вопрос который всегда задаю многим лидерам демократов с которыми я разговаривал в основном в частном порядке потому что они не хотят чтобы их видели на публике с такими как я вопрос когда по вашему мнению левые заходят слишком далеко его ответ на этот вопрос в интервью в самом начале его президентской кампании я пытаюсь вести кампанию которая объединяет людей а не кампанию которая основана на знаете ли таком вот тройболизме осуждающим людей за идеологии с которыми я не обязательно согласен у меня были сомнения насчет того что этот ответ будет подходящим в долгосрочной перспективе учитывая мой личный опыт того что происходит когда левые заходят слишком далеко тем не менее в тот раз я не стал настаивать на ответе однако могу сказать что мистеру кеннеди было что сказать на эту тему когда мы разговаривали на youtube во второй раз бывший кандидат в президенты от демократов к тому времени уже столкнулся с тем о чем я говорил в своем первом и намеренно провокационном вопросе в результате роберт фильм не меньше часа подробно рассказывал о своем разочаровании в безумных коррумпированных идеологически одержимых левых прогрессистах которые могут и дальше доминировать в общественном дискурсе и о том удастся ли камале харрис и стоящим за ней теневым силам сохранить свои позиции в ноябре какой кеннеди человек экстраверт как трамп хотя возможно не настолько трампа сложно с кем-то сравнить не говоря уже о том чтобы говорить об этом не без более негативных эмоций как у маска не слишком приятный хотя и не самовлюбленный несмотря на его напористость в высказываниях и ораторские способности это было видно хотя бы по моему сравнительному молчанию особенно во время нашего второго обсуждения на youtube я очень разговорчивый и напористый человек хорошо это или плохо но большую часть времени мистер кеннеди говорил один так и должно было быть на мой взгляд учитывая обстоятельства но со мной такое случается не часто даже когда я этого хочу значит ли это что роберт кеннеди ведет себя неуместно самовлюбленная и эгоцентрично не по моим ощущениям один случай довольно показательный мы с мистером кеннеди младшим столкнулись в ресторане где я ужинал во время своего последнего визита я был там с доктором филом в отдельной комнате в задней части здания мистер кеннеди зашел в ресторан узнал что мы тоже там и послал кого-то спросить может ли он подойти и поздороваться я заметил что он очень вежливо попросил разрешения потому что в противном случае это было бы расценено как оскорбление еще я заметил что он как будто извинялся когда вошел очень вежливо попросил нас двоих простить его за вторжение но это не было вторжением мы были рады его видеть и были довольны что он зашел он мог бы просто принять это как должное и это было бы справедливо но он так не поступил вы можете возразить что это пустяк но я так не думаю вместо того чтобы предполагать он проявил все светские манеры на которые можно было рассчитывать и даже больше я замечал это каждый раз когда мы встречались дело не только в младшем кеннеди это хорошо учитывая его славу и семейную репутацию которые были частью его жизни с самого начала это не значит что кеннеди как трамп и маск не имеет своих странностей но как однажды проницательно заметил немецкий философ фридрих нитше великим людям редко приписывают их глупости младший кеннеди неординарный человек со всеми вытекающими положительными и отрицательными последствиями у него есть склонность к конспирологии что учитывая обстоятельства смерти его дяди и отца вполне понятно более того в современном мире происходят странные вещи поэтому подозрения кеннеди вполне обоснованы тем не менее эту склонность нужно тщательно контролировать лучше предположить некомпетентность чем злой умысел например а люди которые хорошо распознают шаблоны к которым безусловно относятся кеннеди как и трамп могут ошибаться они могут видеть то чего на самом деле нет но тектонические плиты под нашей культурой сдвигаются все быстрее скептицизм кеннеди его способность видеть лес и деревья могли бы принести огромную пользу американскому народу который сейчас подвержен манипуляциям квазифашистских сил стремящихся к глобальному авторитарному государству представьте на секунду что маск может повысить эффективность федерального правительства а кеннеди со своим скептицизмом и желанием бороться с голиафом каким бы огромным неуклюжим и слепым он ни был может всерьез заняться двумя ужасными и широко распространенными проблемами ожирением и инсулинорезистентностью по моему мнению только ради этого стоит рискнуть кто не рискует тот не выигрывает разве мы можем требовать большего от любой администрации за четыре года но на кону еще больше ведь в этом участвуют еще более выдающиеся люди американская система здравоохранения не обеспечивает 5 у Продолжение следует...